Приветствую всех любителей спорта! В эфире телеканала Беларусь-3, передача старта и финиши. Ближайшие несколько минут о спортивных событиях нашего региона и не только. Поехали! Мария Мамашук стала триумфатором чемпионата Европы по борьбе. Дальше пройдет только один. Гомеле «Шахтер» продолжает полуфинальную серию плей-офф хоккейного чемпионата страны. Попасть в яблочко в Гомеле прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. В Риге завершился чемпионат Европы по борьбе. Белорусы завоевали на континентальном форуме 10 медалей. Одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых. Единственную награду высшей пробы в копилку сборной принесла Мария Мамашук. В финальном поединке весовой категории до 69 килограммов Гомельчанка со счетом 9-0 победила спортсменку из Израиля Илону Кратыш. В общекомандном зачете женская сборная Беларуси заняла второе место. Кроме золота Мамашук в активе белорусок серебро и две бронзы. Первенствовали россиянки. Отметим, что для Марии Мамашук это не первая золотая медаль на чемпионате Европы. В прошлом году подопечная Сергея Смаля стала лучшей на молодежном чемпионате. Тогда гомельчанка выступала весовой категории до 63 килограммов. Также на счету Мамашук серебро чемпионата Европы среди взрослых 2014 года и бронза первых европейских игр. В финал выйдет только один. Простая формула плей-офф, пока не играющая на руку в хоккейному клубу «Гомель». Напомним, что сейчас вовсю развернулись баталии полуфинальной стадии национального чемпионата. Право сражаться за победу в первенстве гомельчане оспаривают с хоккейным клубом «Шахтер». Первые две встречи прошли в Солигорске. И пока полуфинал в исполнении «Рысей» болельщиков не вдохновляет. На выезде гомельчане проиграли дважды. К тому же эти встречи были перенасыщены нарушениями и странными вердиктами судей. Решением федерации на четыре матча был отстранен арбитр Владимир Наливайко. Шанс поправить положение у гомельчан появится на домашнем льду. Игры в «Гомеле» пройдут сегодня и завтра. Сегодня игра начнется в 7 вечера, а в среду в 19.30. Полуфинальная серия длится до четырех побед. С момента выхода предыдущего выпуска программы «Старты и финиши» в эфир прошло две недели. За это время поднакопилось новостей из белорусского мини-футбола. В чемпионате страны команды сыграли три тура. Подробности далее. В 23-м туре сверхрезультативный поединок выдали граниты БЧ. Перестрелка в Микошевичах завершилась в ничью 6-6. Причем железнодорожники сумели уйти от поражения только на последней минуте. Хет-триком в составе «Гомельчан» отметился Дмитрий Шулькин. Дубль на счету Андрея Черниенко. ЦКК в Светлогорске минимально уступил Неману из Березовки 0-1. Агрокомбинат «Южный» крупно проиграл на выезде Борисову 900-9-4. В РЗ дома принимал одного из лидеров чемпионата «Лидсельмаш». В первом круге в лиде команды разошлись миром с несвойственным для мини-футбола счетом 0-0. Сейчас цена каждого зачетного балла высока, потому надеяться на безголевой исход нынешней встречи не стоило. Игра получилась напряженной и богатой на борьбу и эмоции. Особенно много эмоций было направлено на судей. Их работа вызвала массу претензий как со стороны игроков и тренеров, так и со стороны болельщиков, которых, кстати, по традиции на трибунах спорткомплекса «Локомотив» собралось немало. Были и забитые мячи, правда, не на радость местной торсиде. Гости открыли счет уже на второй минуте. Отличился Владимир Жигалко. Переломный момент случился на 17-й минуте. После ошибки вагона ремонтника в центре поля Чеховский убегал на рандеву с Дегтяренко. Забег игрока Лицельмаша остановил Антон Матвеенко и получил красную карточку за фолл «Последние надежды». Дальше хуже. Для пробития штрафного за это нарушение к мячу подошли сразу три игрока соперника. В итоге удар нанес Александр Хурсов. Он же первым был и на добивании 0-2. На этом неприятности гемельчан не закончились. Меньше чем через минуту арбитр отправил на трибуну вслед за Матвеенко и главком ОВРЗ Анатолия Яновского. Просто пропустить этот первый гол, конечно, поломал. Потом это удаление. Я думаю, можно было на раны попадаться сто процентов. Тут с капитаном вагона ремонтников можно не согласиться. Игра была равна. Единственная разница в том, что хозяевам патологически не везло в атаке. А моментов они создали предостаточно. С нацеренностью на ворота соперника проблем не было. В концовке первого тайма у ворот Лицельмаша было очень горячо. На острие атаки был клочком. А сразу после стартового свистка второй половины вагона ремонтники организовали чуть ли не самый опасный момент во встрече. Замыкая головой передачу Дегтяренко, все тот же Клочко попал мячом в штангу. Однако следующими забили все равно гости. На 21-й минуте отличился Чеховский. 0-3. До конца матча счет не изменился. Хотя у соперников было немало неплохих моментов, чтобы изменить цифры на табло. Так получилось, что много травмированных ребят. Человек пять, кто на уколах сейчас играет, еле-еле кто как может. Я тоже три месяца не играл первые граммы, я там ногу ломал. То есть все от этого и пошло. Тяжело всем. Ребята вообще молодцы на самом деле. Достойные все равно были одного гола, но точно как минимум. Главком Лицельмаша Виктор Торчило был категоричен и сказал, что его подопечные вчистую обыграли соперника. Я считаю, все по делу. Сегодня мы были действительно сильнее. Стоит отметить, что по итогам этой эмоциональной игры, кроме красной карточки Матвеенко, в пассиве ВРЗ было и четыре желтые. Как итог, матч 24-го тура против Немана из Березовки из-за дисквалификации пропускали сразу три футболиста. Тяжело будет, но посмотрим. Думаю, не остановимся ни перед чем. Задачу нужно выполнять. И вагоноремонтники справились. Даже не в самом оптимальном составе они сумели обыграть Неман 0-3. В 24-м туре футболисты БЧ были сильнее Борисова 900 2-0. Светлогорский ЦКК крупно уступил Могилевскому Форте. Южный был бит Витеном 0-9. В 25-м туре из представителей Гомельской области зачетные очки завоевала только команда ВРЗ. Вагоноремонтники обыграли Светлогорский ЦКК 10-2, а железнодорожники не смогли одолеть Витен. Выездное поражение 1-3. За пять туров до финиша регулярки почти с полной уверенностью можно говорить о том, что участники плей-офф уже известны. Вряд ли кто-то из нижней восьмерки сможет попасть в нокаут-раунд. Пока остается открытым только вопрос состава четвертьфинальных пар. Выше всех в табеле о рангах из представителей Гомельской области располагается БЧ, 5-е место. Также место в плей-офф почти обеспечил ВРЗ, располагающийся на седьмом месте. Южный ЦКК в самом низу таблицы, на 14-м и 16-м местах соответственно. Матчи 26-го тура пройдут 26 марта. В Гомеле прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях приняли семь команд из шести городов Беларуси. Сильнейших выявляли в личном и командном зачете, а также в миксте. Гомельские стрелки без наград не остались. В современном облике стрельба из лука дебютировала на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В этот же период началось и активное развитие этого вида спорта в Беларуси. Правда, Гомель остался в стороне. Флагманами стали Минск, Могилёв и Брест. В 70-е годы, когда пошло развитие стрельбы из лука, тренеры приехали в Могилёв, Минск и в Брест. И у них из-за того, что приехали тренеры, как бы легионеры, началось более быстрое развитие, что ли. Там организовались стрельбища олимпийские. В нашем регионе всё было почти на любительском уровне. На современном этапе стрельбу из лука в области развивают только в комплексном центре Олимпийского резерва в Гомеле. Отделение открыли несколько лет назад. Сейчас здесь занимается около 80 человек. С ними работают четыре тренера. На взрослых соревнованиях результаты пока не самые лучшие. Однако молодёжь уже создаёт конкуренцию признанным лидерам. Молодые ребята, они неплохо проводят. У нас больше просто кроме молодых нет никого. Мы на чемпионате республики заняли там низкое место из-за того, что только молодёжь. Республиканская спартакеада детско-юношеских спортшкол завершает зимний календарь турниров. Далее соревнования будут проходить под открытым небом. В спартакеаде принимали участие семь команд. Всего более 50 человек. Соревновались в личном и командном зачётах, а также в миксте. Мишени находились от стрелков на расстоянии 18 метров. В командных соревнованиях хозяева выставили по два коллектива. Однако до призовых мест не дотянулись. Как среди юношей, так и среди девушек результаты одинаковые. Четвёртое и пятое места. В миксте четвёртое и шестое. В личных соревнованиях гомельских девушек в числе призёров нет. А вот на счету юношей бронза. Третье место занял Никита Дубровский. В общем, в зачёте гомельчане выглядят куда лучше. По итогам спартакиада у областного комплексного центра Олимпийского резерва второе общекомандное место. Лучше выступили только представители Могилёвской спортшколы «Юность». Более 130 юных боксёров из Белоруссии и Украины приняли участие в открытом первенстве детско-юношеской спортивной школы «Омега». Турнир традиционный. Он проводится уже более 10 лет. Однако нынешние соревнования особенные. Они приурочены к 15-летию спортшколы. Дю США «Омега» функционирует при профсоюзном комитете Гомельского инженерного института МЧС. С детьми работают по четырём направлениям. Спортивное скалолазание, бокс, парусный и пожарно-спасательный спорт. В школе занимается более 300 ребят. Для детско-юношеской спортивной школы 15 лет возраст весьма юный. Однако и за это время в «Омеге» появились свои традиции и успехи. На сегодняшний день у нас в сборной Республики Беларусь находятся три учащихся по боксу в сборной команде. Участвовали в прошлом году в чемпионате Европы по боксу. А также у нас в замечательном отделении есть парусного спорта, в котором у нас два учащихся находятся в сборной Республики Беларусь. Ко всему прочему, у нас ещё есть пожарно-спасательный вид спорта, который за это время воспитал чемпиона мира. Более 10 лет открытое первенство спортшколы «Омега» собирает юных боксеров из Беларуси и Украины. В нынешнем турнире приняли участие более 130 спортсменов. Бойцов прислали многие регионы Беларуси. Широко представлена Гомельская область. В числе участников бойцы из Гомеля, Речицы, Жлобина, Лельчиц, Ветки и Мозря. Честь Украины защищали спортсмены из Чернигово и Славутича. Украинцы, кстати, частые гости не только на турнире «Школы Омега». Соревнования в Беларуси дают молодёжи необходимый международный опыт. Мы у себя турнир проводим, они к нам приезжают, мы к ним. Вообще в Беларуси много ездим. Очень всегда хорошие соревнования, организация. Всегда тепло принимают. Приезжаем как все домой. Бокс растёт в Беларуси, достойные бои. Как бы уже международный опыт приезжаем. Они уже у нас увереннее потом на Украине боксируют. Награды на турнире легко не давались. Всего разыграли 25 комплектов медалей. Самый большой урожай у боксёров в Гомельской области. 19 первых мест и 18 вторых. В активе воспитанников спортшколы «Омега» 6 золотых и 2 серебряные награды. В Гомельском дворце водных видов спорта прошло открытое первенство области по плаванию среди юниоров. В турнире, который являлся отборочным перед первенством Беларуси, приняли участие лучшие пловцы региона в этой возрастной категории. На первенство приехали 8 команд. В каждой по 16 спортсменов возрастом от 14 до 18 лет. Сильнейших выявляли в личном и командном зачётах. Традиционно тонна соревнований задавали гомельские спортсмены. Однако в последнее время серьёзную конкуренцию составляют и пловцы из других городов области. Конкуренция достаточно высокая. Сейчас у нас довольно сильные спортсмены с регионов. Жлобинские спортсмены достаточно сильные, составляют хорошую конкуренцию. Первенство Гомельской области не просто плановый турнир. На кону поездка на республиканские соревнования. А потому спортсмены старались показать свои лучшие результаты. К команду попали только 12 девушек и 12 парней. Есть у нас спортсмены, которые являлись участниками детских олимпийских игр в Тбилиси. Такие как Галдин, Дмитрий, Алёна Солодухина. Есть молодые перспективные юниоры, которые будут претендовать на отбор для участия в чемпионате Европы среди юниоров. Команда сильная. Первенство Беларуси по плаванию пройдет в начале апреля. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире уже в ближайший четверг. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Савин. 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 Савин.